25-летие образования Карачаевой Черкесской Республики в рамках обменных гастролей Государственный Кабардинский театр поставит на сцене Республиканского театра Карачаевой Черкесии новый спектакль. О театральной постановке и о многом другом мы беседовали с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, главным режиссером театра Русланом Борисовичем Фировым. Руслан Борисович, готовясь к этому интервью, я познакомилась с вашей биографией и узнала, что вы в свое время закончили высшее театральное училище имени Щукина, где в свое время учились с актерами, ставшими впоследствии знаменитыми, народными, заслуженными. Я смею предположить, что когда вы заканчивали учебу, вам были предложены такие возможности остаться в каких-то московских театрах для работы. Но вы вернулись в родную Кабарную Балкарию, в Нальчик. Почему был сделан именно такой выбор? Мы учились не на русском курсе, мы учились в студии кабардинской, но тем не менее ряд наших артистов, студийцев, моих коллег, тоже имели предложения, как вы говорите, но в нас настолько они вбили чувство солидарности и что мы должны сделать все вместе новый театр, это нас подвигло на то, чтобы мы практически 99% вернулись в Нальчик и создали свой театр. Поэтому предложения были, конечно, и не только у меня, но и у некоторых еще ребят наших. Но все мы, у нас был великолепный художественный руководитель, однокурсник Ролана Быкова, Леонид Калиновский, который нам именно и внушил то, что мы, когда вместе мы сильны, а когда порознь, значит, мы становимся обычными такими же артистами, как и все остальные. Вот поэтому мы вернулись практически все в Кабардино-Балкарию. Руслан Борисович, удивительно, но за многие годы вам удавалось совмещать творческую работу с работой законодательной и исполнительной власти. Но не побоюсь перечислить послужной список, который у вас за эти годы сложился. Вы были депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарской ССР, заместителем председателя Совета Министров Республики, министром культуры, министром по делам молодежи, физической культуры и туризму. Недавним прошлым министром культуры вторично были назначены. Более того, вы в какое-то время возглавляли филиал в ГТРК Кабардино-Балкаре. То есть мы с вами еще и абсолютные коллеги. Вот давайте скажем откровенно, что людям, которые занимают работой творческой и в то же время политической какой-то деятельностью, всегда что-то одно из этих направлений хромает. Вот как у вас это все происходило? Знаете, мне, конечно, как неопытному политику, будем так говорить, очень сильно помогло, что я творческий человек. А творческий человек проникнуться теми вопросами, теми задачами, которые стоят или перед тем, или перед другим ведомством, гораздо проще, чем даже, может быть, узкоспециализированному какому-то специалисту. Я начал с того, что в Верховном Совете был депутатом, возглавлял комитет по культуре. Вот. Ну, парламент есть парламент, там надо хорошо говорить, а слава Богу, этому нас учили. Значит, мы видим иногда зачастую и в парламенте, и в правительстве людей, которые не могут донести свои мысли через речь четкую, ясную, доходчивую и так далее, и так далее. То есть какие-то заведомо преимущества у меня были, и этими преимуществами я пользовался. Но сегодня я могу открыть тайну, что на каком посту бы я ни находился, я никогда не бросал театр. Я не бросал театр и всегда оказывал, пользуясь административным ресурсом, поддержку и, значит, в становлении, в развитии и укреплении моего родного театра. В одной из газетных статей на вопрос журналиста, как вы охарактеризовали культурную ситуацию в нашей стране, вы сказали, у нас в стране недооценивают значение культуры, и это сказывается на нашей повседневной жизни. С вами трудно согласиться. Я не буду вас сейчас просить охарактеризовать ситуацию с культурой в Карачаево-Черкесии. Но давайте будем снисходительны, тем более, что в этом году Карачаево-Черкесии исполняется всего 25 лет как самостоятельному субъекту большой и дружной семьи Республик Российской Федерации. Но если сегодня говорить о культуре, что бы вы ответили на этот вопрос, как бы вы ответили на него? Во-первых, я хочу поздравить с юбилеем таким. 25 лет – это великолепный возраст человеческий. Это начало, будем так говорить, большой самостоятельной жизни. Поэтому всех жителей поздравляю. И этот спектакль, который мы привезем, считайте, что мы привезли в подарок Республике. Вот. А возвращаясь к этой статье, во всём, в основе всех взаимоотношений должна быть культура и должна быть любовь. На этом свете всё держится благодаря любви. Любви ли к этой профессии? Любви ли к той, другой профессии? Любви ли к людям, с которыми работаешь? Семья – старший, младший. Всё, всё, всё. Основы всех взаимоотношений человеческих – это всё держится только на любви. А бескультурия, помимо этого, которая порождает действия, будем так говорить, человека, который далёк от культуры, они порождают только негативные явления за ним. Понимаете? Они, им не восхищаются, его не боготворят, его, могут быть, проклинают и так далее, и так далее. А если человек, прежде чем сделает какой-то шаг ответственный, за этим шагом стоят судьбы людей, если он об этом сначала подумал, но об этом может подумать только человек глубоко воспитанный, глубоко образованный и глубоко культурный человек. Другой же человек, который не достиг такого уровня, он, конечно, всё будет делать нахрапом, может быть, силой где-то, но это до определённой поры. Конечно, то, что я говорю, любовь, культура и так далее, и так далее. Есть китайская пословица, говорят, даже если ты ангел, то всё равно найдётся тот, кому не понравится шелест твоих крыльев. Поэтому, даже если ты будешь сегодня творить что-то хорошее с любовью и так далее, и так далее, найдётся человек, который для него это чуждо, понимаете? И, как у Достоевского говорят, я понял истину. Это сон смешного человека, когда он говорит, я понял истину. Истина заключается в том, что надо любить ближнего своего так же, как себя. Ну, это мы знаем, откуда идёт. Но это вот у него, и он был смешным человеком для этого общества, которому он преподносил это. А без этого никакого прогресса, ничего не будет. И то, что творится вообще в стране, не может быть отдельно взятой республики. Это будь Карачаева, Черкесия или же Кабардино-Балкария или любая другая республика. Мы все пожинаем плоды деятельности нашей страны. И вот этот период развития, в котором мы находимся, мы, естественно, разделяем вместе с другими народами. Как Вы сегодня относитесь к экспериментальному театру? Ну, о чём, собственно говоря, я Вас спрашиваю. Иногда на сценах театров, ведущих театров России, видишь, ну, такие эксперименты, постановки великих российских и зарубежных классиках, ну, в такой интерпретации, что воспринимается всё это с трудом. Наверное, в меру того, что я не молодой человек, ну, так относительно не молодой человек, и у меня этот период прошёл, он был у меня тоже, он был, но сейчас он прошёл. Я понимаю, эксперимент ради эксперимента нельзя проводить, эксперимент ради эксперимента. Но если ты находишь в подаче зрителю какие-то новые формы, какие-то новые приёмы подачи, почему нет? Всё это способно на жизнь и должно жить, если оно воспринимается под тем критерием правды, которые существуют между зрителем и театром. Должна всё-таки... А для чего он ходит кверх ногами? Верх ногами почему он ходит? Просто ли для того, чтобы показать, что этот парень может ходить на руках? Или это какой-то символ? В каждом изощрённо изобретённом образе должен быть смысл. Должна быть смысловая нагрузка. Или исходя из одного образа такого выдуманного, или пяти-десяти образов должен рождаться какой-то образ большой спектакля, ради чего, в общем, всё это и вершилось. Кстати, о классиках. Почему, на ваш взгляд, бессмертные произведения российских и зарубежных классиков так редко ставят на сценах региональных театров? Нам сегодня просто оторвать сразу и дать достижение, лучшие достижения мировой драматургии неподготовленному зрителю. Это значит промазать. Это значит холостой выстрел сделать. Мы должны вести этого зрителя к тем высотам, о которых вы говорите, поэтапно, чтобы они находили в этом ассоциации какие-то свои, вот, знаете, через свой быт, через свою речь, через свой темперамент и так далее, и так далее. Если они будут находить постепенно, и когда вдруг они увидят, что перед ними Шекспир во всей красе, и они находят там то, что ищут сегодня в повседневной жизни, вот тогда надо, конечно, ставить и Шекспира, и Гоголя, и так далее, и так далее, и так далее. И не только комедии. Сейчас мы видим, что наш зритель больше готов воспринимать, посмеяться в свое удовольствие и так далее. Есть еще другие задачи, которые и зрителю, и театру надо воспитываться для того, чтобы подойти к тому уровню, о котором вы говорите. Когда наши зрители научатся приходить в театр и выключать телефон, когда наши зрители начнут приходить в театр сами, когда наши зрители научатся наряжаться в театр и выходить красиво в свет, преподносить, помимо всего прочего, еще свои наряды, и когда атмосфера в самом театре будет отвечать вот этим потребностям зрительским, когда вот этот контакт наладится, это гармония всего многого. Это не только от одного человека, режиссера или артистов, или только от театра. Я говорю, нет, а чего я пойду, зачем я должен, у меня ревматизм, почему я должен снимать там полушубок, почему мне не с кем оставить ребенка, я приду на Шекспира с малолетним ребенком, который весь спектакль хнычит и мешает другим. Тысячу раз объявляешь по поводу того, что надо выключить телефоны, выключить, и вдруг раздается, а звонки-то они разные, смешные, грустные, длинные, короткие, протяжные, заунывные и так далее, и вот какая-то пауза повисает, и вдруг в этот момент трель, и этот человек плохо слышит, он, видимо, сделал на полную громкость, а потом она пришла с большой сумкой, и она начинает судорожно искать в этой сумке свой телефон, а ее еще не научили выключать его. Ее научили, когда раздастся звонок, вот на эту кнопку нажимаешь и алло, говоришь, все. И поэтому, понимаете, все друг с другом связано, и поэтому вот рядом с ней не захочет сидеть интеллигентная женщина или мужчина, нарядно одетый, если здесь рядом с ним сидит человек в пуховом платке или же в тулупе каком-то. А для этого элементарно надо театр топить, для этого элементарно надо, чтобы театр был красивый, чтобы он блестел, чтобы он был чистый, чтобы люди, приходя, видели там атмосферу не только сегодняшнего дня, но и видели, что этот театр имеет свои традиции, что это давно началось, что нельзя нарушать эти традиции, надо их только поддерживать. И когда зритель, мне нравится, когда говорят, это не только ваш театр, а это еще и мой театр, как зрителя, потому что я вместе с вами воспитывался или воспитывалась, и я с вами вместе иду, и ваши неудачи для меня неудачи, ваши удачи для меня радость. И когда вот такой появляется зритель, тогда действительно великое счастье для нас. Руслан Борисович, в Черкесске, в Карачаево-Черкесии вас трудно назвать гостем, скорее бы наш старший брат, для которого двери нашего театра всегда открыты, и не только театра, я думаю. Вот чем в ближайшее время вы порадуете поклонников и мельпомены в Карачаево-Черкесии? 26-го числа, 26-го этого месяца, закончится УРОЗА, и 26-го мы покажем здесь премьеру спектакля «Сила любви». Я чуть уже говорил, что в этой жизни все держится на любви. Я этот спектакль ставил 30 лет назад с другими совершенно артистами. И сегодня мне захотелось опять его поставить совершенно с другими артистами. То есть девушка, которая играла героиню в том спектакле, молодую красивую девушку, сегодня она играет бабушку. То есть вот такая смена поколений. Но мы ее с позволения автора осовременили. Там, значит, у нас есть и обращение в интернет, и когда эта девушка, «Окей, Google, там как приготовить то-то, то-то». «Окей, Google, как приготовить пасту?» Гугл отвечает, «Вы имеете в виду итальянскую пасту или же зубную?» Она говорит, «Кабардинскую пасту!» И Гугл по-кабардински отвечает, «Поставьте воду и промойте крупу!» Ну, вот такого плана всякие эти хохмочки, шуточки мы там включили в эту пьесу. У нас пользуются очень большим успехом. Идет на ура при аншлагах. «Окей, Гугл!» Гугл! Гугл! «Идет на ура, что здесь нет». «Окей, Гугл!» «Окей, гугл!» «Захи, гугл!» ага, ржа, гугл!» «Ха, хрж жгум эггэл!» «Со pandemia уйдет и у computing, уникальные дёжи, не уникальные дёжи» «Акадински пасту!» «Окей, гугл!» Спасибо вам большое за эту встречу Вы знаете, что бы хотелось пожелать Чтобы вы каждый раз приезжая сюда На землю Карачаева Черкесии Радовались тем позитивным изменениям Которые сегодня происходят в республике Радовались именно как старший брат Для которого любые достижения Любые успехи младших Всегда будут поводом гордиться Спасибо вам большое Редактор субтитров А.Семкин